Я приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Дорогие друзья, мы с вами не встречались в течение недели. Вот у нас очередной стрим сейчас, посвященный как раз итогом прошедших как раз событий, которые имели место на предыдущей неделе. Напоминаю вам, что у нас следующие космические констилляции. Только что случилась новолуние. Первая, по сути, новолуние после наступления Восточного Нового Года. Очень интересно, что в это время Солнце было еще в соединении с Сатурном и также Луной. И поскольку Сатурн всегда связан с холодами, то вот вам и, пожалуйста, некоторое объяснение тому, что происходит сейчас в Москве похолодание. Не только в Москве, а вообще в принципе общее похолодание во многих регионах нашей России, матушки. Ну, это точное подтверждение того, что раньше говорили. Это классическая схема объяснения погодных явлений космическими констилляциями. Хотя не все сейчас так просто. Человеческий фактор очень силен, но тем не менее, видите, в данном случае это точно подействовало. Кроме всего прочего, как раз 20 февраля наступило время так называемой стоячей волны. Что это такое? Это мое открытие очень давнее, еще 40 с лишним лет назад я это сделал. Которое свидетельствует о том, что есть время, 2-3 дня. Это дата, надо ее вычислить между Восточным Новым Годом, ну, то есть, в общем, китайским, условно китайским. Следующая дата – это Навруз, так называемый, или Космический Новый Год, совпадающий с днем весеннего равноделства. Вот средняя дата между ними, она очень важна. Почему? Потому что она связывает два календаря. Первый календарь Восточный связан с циклом Юпитера, 12-летний круг, второй связан с циклом Сатурна. Раньше он был 32 года, цикл Сатурна, сейчас около 30 лет. Так вот, связующая нить между ними, а также и между тем, что представляет из себя Юпитер и Сатурн, то есть, Юпитер – это общественная деятельность, а Сатурн – это индивидуальное начало. Так вот, между ними, как раз баланс между своими личными интересами и интересами общественными, как раз вот где-то вырисовывается и должен быть определен в это самое время. Время стоячей волны – это время очень серьезного выбора, даже если люди его не осознают. Также это выбор для государств, для политиков, для каких-то серьезных корпораций. Вот давайте будем наблюдать, что происходило в данное время. У нас это обращение президента нашего Владимира Путина к Федеральному собранию, которое совпало как раз с Временем стоячей волны. Что за ним будет стоять, мы очень скоро можем как раз проверить. Некоторые говорят, что за ним ничего практически не стоит, кроме слов. Другие говорят, что нет, надо читать между строк, а мы вот скоро проверим. По крайней мере, попытка заложить какую-то программу в этой речи точно была. Ну и, в общем-то, другие показатели, которые тоже очень интересны. И это общие космические констилляции на ближайшее время. Ну а теперь давайте посмотрим, какие были события. Ну, конечно, неделя была насыщена на всякие там аварии, теракты, землетрясения еще продолжаются. Вот, пожалуйста, в Турции, в том же самом месте. 18 февраля в ночь на 19-е опять были зарегистрированы подземные толчки силой более 5 баллов. На той же самой долготе. То есть это долгота Москвы. 37-38 градусов северной широты. Что это значит? Это значит, что закладывается какая-то программа, незримо, конечно. Может быть, даже и, в общем-то, никакие темные силы за этим не стоят. Хотя я уверен, что стоят. Это мое личное мнение. Хотя я всегда придерживаюсь вывода о том, что конспирологическая версия должна рассматриваться в последнюю очередь. Надо все-таки быть реалистом и избегать всевозможной мистики и всяческих углублений в непроверяемую какую-то бездоказательную систему. Вот я и хочу сказать, что даже если за этим никто не стоит, как если за параноиком могут следить, даже если он параноик, то за ним тоже могут следить, так же и здесь. Все равно закладка проблемы, которая будет потом связана с нашей столицей, нашей родиной, с Москвой, это может вызвать. И выразится это в довольно тяжелых событиях, которые мы можем в худшем случае наблюдать летом этого года, а также и в конце 2023-го, начале 2024-го года. Дай бог, чтобы этого не произошло, потому что все можно изменить, если, конечно, была бы на это в том числе политическая воля. Дальше были перестрелки, теракты. Вот в ночном клубе в Мемфисе, это Соединенные Штаты Америки, я говорю, что там не так все просто. Там же в штате Миссисипи 17 февраля была перестрелка, там раненые, убитые в Соединенных Штатах Америки. Об этом мало кто сейчас говорит на фоне того, что происходит у нас и в районе спецоперации, где, в общем-то, сейчас пока таких вот оглушительных побед и поражений не наблюдается. Тоже стоячая волна, тоже, в общем-то, время выбора, тоже время только определения таких вот диспозиций перед серьезными какими-то испытаниями, которые еще несколько позже будут наблюдаться, но это уже будет в марте, в начале апреля месяца, я об этом уже тоже говорил. Вот, а в других странах мира, пожалуйста, это вот в Пакистане, в Азеристан, пожалуйста, Рибан там тоже совершил теракт, там на полицейское управление 17 февраля. Все это 17, 18, 19 февраля, все это вот в это время было. То же самое в Сирии совершил исламское государство, запрещенное в России, в Ассухне, такой город в Сирии, там то 60 уже убитых. Видите, все это вместе говорит о том, что то, что я говорил, о том, что милитаризация нашей жизни, она уже наступила. К сожалению, события это подтверждают многие. Это можно найти подтверждение небес на констелляциях, в данном случае не надо кричить на планеты, планеты не влияют, они являются только индикаторами того, что происходит у нас. Так вот, все это время Марс, он правитель уходящего года до 20 марта, он будет еще таким, так называемым, хронократором этого года, находился в негативном соотношении с Плутоном. В общем, это один из показателей того, что могут происходить военные действия, теракты, всевозможные взрывы и так далее. По крайней мере, по статистике это очень часто бывает именно так. И будет продолжаться еще некоторое время. Как раз именно в то время, когда Марс в дурном аспекте с Плутоном находился, все это мы как раз, к сожалению, и наблюдали. Другие, так сказать, взрывы, вот, пожалуйста, и в Америке, в Америке уже сейчас, 14 февраля, там взрыв завода в штате Огайо, куда приехал как раз Трамп. А до этого, 16 февраля, там еще была катастрофа, связанная с химическими веществами, там тоже взрыв был. То есть многие всевозможные ситуации, которые показывают о том, что, в общем-то, действительно сейчас время напряженное, но не самое такое еще, не взрывное время. Еще будет позже эти показатели будут проявляться. Еще плюс ко всему, что в это время было еще на небе большой крест, так называемый, с черной, так называемой луной. То есть, в общем-то, черная луна, все это связано с искушениями, с темными силами. Так что чья-то злая воля здесь, к сожалению, видна и будет еще наблюдаться тоже некоторое время. Что еще было заметно? Прошедший недавно форум такой или саммит правительств, так называемый, который с 13 по 13 февраля происходил, и он был в Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае. Происходят там, кстати, такие саммиты или форумы проводятся ежегодно с 2013 года уже. И в данном случае он прошел очень интересно под лозунгом «Формирование правительства будущего». То есть, вот некоторые уже говорят, я посмотрел по открытым источникам, что уже никакой конспирологии не надо, все уже в открытую, так называемый открытый заговор. То есть, уже всем известный Клауд Шваб выступал, и он даже презентовал свою программу «Великая перезагрузка», еще раз, так сказать, про нее рассказал. И о том, что он сказал, например, что те, кто контролирует новые технологии, четвертой промышленной революции, например, искусственный интеллект и так далее, около космические технологии и синтетическую биологию, тот, в общем-то, и становится, и станет хозяином мира будущего. То есть, и через 10 лет он совершенно четко заявил, что наш мир будет абсолютно совсем другим. То есть, программа инклюзивного капитализма и прочее он еще раз объявил. Но, вроде бы, как у некоторых людей это насторожило, там очень много было представительств из разных стран, там, и в том числе и президента, и так далее, и правительства. Но, интересно, что он был подпорчен чем, этот саммит? Тоже об этом говорят, что Илон Маск, который там должен был выступить, он таки выступил. И он сказал совершенно не то, что от него хотели услышать. Говорил, что наоборот, глобализация может быть вредна для человечества, что наоборот нужно, если не разъединиться, то, по крайней мере, все совместные усилия могут привести и к тяжелейшим там катастрофам. Потому что, если где-то она возникнет, то вот в тех условиях, к которым призывают эти форумы, это может привести к совершенно жутким последствиям. Ну, в общем-то, это была такая ложка дегтя в общей бочке меда. Мнение Илона Маска, который в данном случае является какой-то темной лошадкой, видимо, играет какую-то другую игру очень интересную. Если посмотреть его гороскоп, рожденный под знаком рака, он, конечно, не так-то прост. У него многоходовки всевозможные. И, вероятно, что вот этим своим выступлением он поставил на других фаворитов. Возможно, тех, которые сменят нынешних, слишком сильно засветившихся. Так что, как раньше говорили, доверяй, но проверяй. В том числе и Илона Маска. Ну, вот интересно, что действительно его мнение прозвучало неким диссонансом. Если посмотреть на космическую констелляцию, которая в то время на небе была, то можно увидеть, что, во-первых, это произошло во время, да, действительно, той самой крестовой ситуации. То есть, это действительно включило некую такую вот программу тяжелых, серьезных испытаний. В так называемом Большом кресте была задействована еще, как я говорил, черная луна. Символ искушений, символ темного какого-то этого начала, дьявольских испытаний, искушений. И лунные узлы, связанные с направлением и выбором между прошлым и будущим. Такой показатель фатального, фатальных испытаний. Это очень серьезная, конечно, констелляция. В это время была озвучена некая программа. То есть, это уже не закрытый, а открытый. В данном случае, не перелом, как в бриллиантовой руке, а заговор. Но еще что здесь немножко может успокоить. Поскольку это вся программа, связанная с глобальными какими-то сценариями, сценариями будущего, то несколько успокаивает в данном случае положение Плутона. Это тоже связано с какими-то глобальными перемещениями, в том числе и народными какими-то вот волнениями и, скажем так, коллективными беспокойствами, переменами большими, связанными с трансформацией нашего общества. Вот Плутон находится в самом последнем градусе Козерога. И в каждом градусе, я уже говорил об этом, о Плутоне, в том числе и о переходе его с диакальный знак Водолея в марте, в конце марта нынешнего года. Так вот, в 30-м градусе Плутон указывает на символ этого градуса. Это хвост рыбы. Несколько очень похожий сценарий на тот, который был описан в одной из сказок Пушкина, а именно «Сказка о рыбаке и рыбке». То есть слишком большие аппетиты, если они будут озвучены в том числе, и слишком большие полномочия, которые на себя возьмут в том числе и люди, и корпорации, и политические организации, и другие тайные в том числе силы, они могут привести к тому же самому финалу, к которому пришла известная героиня той же самой сказки, то есть старуха из «Сказки золотой рыбки». Потому что рыбка, как вы помните, там в конце этой сказки, ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. А дальше разбитая карта. То есть вот возможным это будет и так, если, конечно, предположить, что у них такие вот слишком такие глобальные цели, и они несколько оторвались от наших современных реальностей. Те, кто, по крайней мере, вот это все затевал. Ну, давайте посмотрим, поживем, как говорится, увидим. По крайней мере, в ближайшее время нас ожидает период так называемых стоячих волн, то есть вот закладки больших серьезных программ. Вот видите, уже президент Российской Федерации уже сие озвучил, ну, по крайней мере, не столько озвучил, сколько свое появление. В точное время стоячей волны он уже показал, что есть некое желание перегруппировки, есть некое желание включения других каких-то сценариев, которые, вполне вероятно, могут быть реализованы, если не реализованы, то, по крайней мере, проговорены и, так сказать, выражены в неких декларациях. Не знаю, как они там, воплотятся или нет, если будет на то политическая воля воплотятся. Ну, а если нет, то, извините, опять в очередной раз гора родит мышь. Ну, это мы скоро увидим. Вот тогда будет очень интересно. И не только, оказывается, в этом смысле происходит время стоячих волн, но и в других тоже будем наблюдать за тем, что сейчас происходит в мире. А вы что думаете об этом, дорогие друзья? Вы тоже пишите мне. Наблюдайте за событиями, которые вот сейчас произошли. Они могут иметь очень серьезные, далеко идущие и совершенно непредсказуемые, на первый взгляд, последствия. Вот это первое, что мне хотелось вам сказать.